Воспитание чувств Таким образом человек познает окружающий мир и проникает в суть того, что нас окружает. Чувства должны быть светлыми и чистыми. Сердце человека должно быть чисто. Если светло наше око, то и все внутри нас светло, как говорит Слово Божие. А как же мы должны воспитывать наши чувства? Чувства воспитываются прекрасным. Бог возжелал, чтобы гармония и красота были законами бытия всего мира, всего космоса. Достаточно взглянуть на звездное небо, на окружающую нас природу, на эту дивную, богосданную красоту, чтобы увидеть божественный замысел о мире и о человеке. Никогда не нужно как бы замыливать свой глаз и не видеть прекрасного. Прекрасное, входя в нашу душу, возвышает чувства. Именно поэтому верующий человек должен быть всегда чувствителен как к красоте, так должен быть чувствителен и к безобразию, к беспорядку, к грязи, к несовершенству как человеческих отношений, так и ко всякой физической нечистоте, беспорядку и грязи. Потому что уж так устроен человек, что духовное и материальное есть единое поле, которое мы вспахиваем всю нашу жизнь. И так красота, Божья красота, красота мира, красота, выходящая из рук человека, творца, вдохновленного свыше, способна возвышать наши чувства. Субтитры создавал DimaTorzok